11 сентября, Екатерина. Здравствуйте, Юля. Подскажите, как быть? Сыну год и семь. Здравствуйте, Екатерина. Мы каждый день чем-нибудь занимаемся. Изучаем карточки животных, учим цвета, лепим рисуем. У нас есть ваша машинка. В первый раз он с удовольствием собирал и разобирал почти минут 30. Много читаем. Мультики тоже присутствуют и видео про него самого он любит смотреть. Но все дозировано. И с рисом, фасолью, камнями, стеклянными играем. Просыпаем, высыпаем и так далее. Но ребенок упорно делает по-своему. Не хочет делать, как я прошу. Да, потому что у него еще такой возраст. 1,7. И не хочет делать, как я прошу. Не сортирует, потому что у него еще мыслительный деятель. Для этого не готовы баночки по одному предмету. Не раскладывает в мелкие ячейки. Сыпет горстью все. Если я ему даю какой-то предмет правильно, он упорно берет так, как он хочет. Даже если неудобно. И если я настаиваю, он вообще не хочет этим заниматься. Я сделала игрушки с фруктокрышками. Он их надевает. И даже по цвету. Но не крутит. Но пальцевый праксис еще не готов. Это же кисть должна крутиться в определенное. В маленький еще. Я говорю, крути, показываю. А он закрутит. А он одну закрутит и больше не хочет. Даже получается. Если... Ну, не видит просто еще в этом кайфа, в этой такой деятельности. Если попадает не по цвету, стоит мне сказать, давай по цветам. Он специально делает наоборот. Меня это напрягает. Мне кажется, что он специально делает не так. Но он слишком мал для того, чтобы анализировать. И где-то мне обидно, что слово «мама» для него невесомо. Может, я загналась, скорее, сюда. Или это возраст такой. Спасибо заранее. Когда в жизни детей очень много родителей, которые указывают, командуют, приказывают, не дают свободу действия, фантазии, воображению, дети начинают... Ну, это понятное дело. Они начинают стараться избавиться от такого вот, как сказать, воспитателя, в кавычках, да? Под такого контроля... Еще шесть деньги? Да. А какие тебе нужно? Ну, шестьдесят или девяносто. Давай шестьдесят. Нашу шестьдесят. У меня есть восемьдесят. Есть еще десять улья, да? Да. Свой этап? Шестьдесят? Шестьдесят. Все нормально, да? Что мы говорили-то? Ничего. А, 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 я говорила, когда мама превращается из мамы в педагога, в воспитателя и постоянно что-то требует, хочет. Ну, понятное дело, маме хочет, чтобы ребенок был умный, чтобы все знал, все умел. И мама вот в этом деле загоняется, да, вместо того, чтобы танцевать, обниматься, целоваться, гулять, там, рассказывать, показывать, читать. Мама превращается в педагога. Дети у таких матерей пытаются скинуть с своих плеч в кавычках такого педагога и начинают всячески творить какие-то козни, палки в колеса ставить, да. И буду делать наоборот, хоть и умею. И только мать принесла развивашки, а я сбегу, а я не захочу, а буду делать так, как мне хочется. Да, значит, это может быть и по этой причине, и по той причине, что он еще маленький, и просто, может быть, что-то и умеет уже делать, скрутить крышку, но пока не видит в этой деятельности кайфа и чего-то привлекательного для себя. Потому что, как я много раз уже говорила, подбирайте, пожалуйста, развивашки, дети, не которые вы хотите, а которые на данный момент им нравятся. Нравится сейчас катать машинки, значит, все на колесах, все с машинкой, все катайте, все игр через машинки. Нравится ему сейчас резать, значит, все, машинки убрали, и предлагаем всю деятельность, вот все, что хотите, какие-то педагогические задачи решить, все через аппликацию, через резание ножницами, клей и так далее. Ну, вот поняли, да, идея? Видите, не зашло это, все, отложили. Я также в клубе делала, какую-то игру сделала, вижу, что не идет. Ну, все, я отложила, я же не буду заставлять. Так и вы тоже, вот, будьте, наблюдайте, будьте такими аккуратными, ни в лоб, ни по лбу, ну, хоть что-то откручивать в этот момент. Вот работа у него по лицевой практике сейчас не по часовой, а против часовой. Значит, вы накрутите, а он вам будет откручивать это дело. И это все, главное, чтобы все было весело, обоюдно, задорно, с хохотушками. Маме это нравилось, и сыну нравилось. Не гонитесь, вы еще в маленьком, вот, не гонитесь за нормами или там за соседскими детьми, которые уже это все умеют. Все будет, не мучайтесь детей. Екатерина, 11 сентября, год и семь. Ну, вот там, не хочет что-то делать, ответили.